Рашид Бек Ахриев Рашид Бек Ахриев Рашид Бек Ахриев С какими людьми его связывала судьба И каким был его первый полет Рассказывает этнограф и доктор исторических наук Зайнап Зарахова Это наш Рашид Бек в детском возрасте В те годы, когда он учился в школе Он общался с родственниками Ахриевыми, Фуртоги Общался с Базоркиными, с Тутаевыми Мы их знаем, целую семью Тутаевых Это были родственники, которые ходили друг к другу Общались Рашид Бек был очень отчаянным И в горах, когда он приезжал в Фуртог Он удивлял своими играми И тем, что организовывал мальчишек Чтобы они прыгали с башни С одной, то с другой То есть вот этот полет И дух мужества в нем сидели с детства Рашид Бек Ахриев Рашид Бек Ахриев Урожень с горной Ингушетии Своё детство и ранние годы юности Он провел в Азербайджане Где работал его отец В 1914 году он окончил Тифлицкое военное училище А через два года Гатчинскую летнюю школу Для выпускника выбор военной школы не был случайным Его мать была дочерью офицера императорской армии Из рода Вазоркиных Военная карьера самого Рашид Бек Ахриева Началась в рядах Абширонского полка Абширонский полк был известен Своими успехами и боевыми традициями Он в составе Абширонского полка Участвует в Первой мировой войне Получает награды Вообще за участие в Первой мировой войне На протяжении всей войны Пока он там был Он получает ордена Святой Анны Третьей и Четвертой степени Святого Станислава Третьей степени И Святого Владимира Четвертой степени Мужество его отмечают и офицеры отмечают все Свое высокое летное мастерство Ахриев Проявил в небе над Турцией, Средней Азией и Таджикистаном Таджикистан помнит этого человека Его именем назван мыс горы Вот в Таджикистане И очень почитаемая личность На всех конференциях, посвященных авиаторам Имя Рашибека Чаховича Ахриева В Таджикистане оно звучит И его помнят Рашибек Ахриев служил гражданской авиации Харькови Где и создал свою семью В семье растут двое детей Хаджи и Фатима Хаджи сегодня живет в Нальчике Это известный врач И он же предоставил нам материалы Которые мы сегодня имеем У них выросли прекрасные внуки Которые интересовались Писали во все инстанции Это Альберт и Оля Писали еще будучи школьниками И запрашивали материалы О судьбе своего деда Рашибека Ахриева Собирают материалы И о судьбе своего прадеда Чаха То есть они продолжают свою традицию За свою полувековую жизнь Рашибек Ахриев принял участие Сразу в двух мировых войнах С началом Великой Отечественной Ахриев добровольцем ушел на фронт Его направили распоряжением Северо-западную авиагруппу И после Опять же Вот именно Его период служения на Украине Очень мало известен Но вот по его данным Мы видим, что Где-то с 30-х годов До 38-го года Он служит в авиации на Украине В различных авиаполках Рашибек был прекрасно образован Знал несколько языков Любил оперу Часто посещал театры Этот интерес жизни Читается и в глазах Запечленных на этих старых снимках Мне интересно слушать нашего Хаджи Ахриева Когда он рассказывает, каким он был Так Хаджи вспоминает Был сдержанным, мягким И в то же время строгих правил Никогда не позволял себе вольности И нарушения ингушского этикета И он говорит, я помню только раз в жизни Что меня отец обнял и поцеловал в лоб Это была ночь, когда он их провожал Из Харькова на Кавказ То есть это была ночь расставания История, что приближает значимым событиям и героям Не случайно звучат в зале боевой славы Государственного музея краеведения Целый год здесь проходят выставки Посвященные ингушским солдатам В честь 75-летия победы над фашизмом Дополнением к ним стал и бесценный материал О жизни первого летчика-кавказца И защитника Отечества Рашибека Ахриева Пройдут года и десятилетия Но никогда в памяти людей не изгладится Трагические события 40-х годов И напоминанием будут служить такие выставки Попасть на которые сможет каждый желающий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok